Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень простой, очень вкусный и очень праздничный салат, который состоит всего из двух ингредиентов из картошки и из осьминога. Начинаем готовить наш картофельный салат с осьминогом, но начну я не самого салата, а с заправки для салата. Для этого нужен вот такой пучок петрушки. И мелко его рубим. Отправляем нашу петрушку в мисочку. Этот салат петрушкой не испортишь. К тому же, кроме вкуса, петрушка дает очень красивый цвет. Один маленький зубчик чеснока. Отправляем его к петрушке. Еще нам необходима маленькая луковичка. Вот у меня шалот, но резать не буду, потому что я уже порезала, чтобы просто не плакать. Добавляем мелко порезанную луковичку маленькую. Оливковое масло. Вообще, салат этот итальянский. Соответственно, масло необходимо взять оливковое. Чуть-чуть соли. Немножко черного перца. И лимон. Посмотрите, какие у меня лимоны. Южно-африканские. Подруга отжалела. У нее в саду выросло огромное количество лимонов. Косточки нам не нужны. На такое количество нашей заправки приблизительно сок пол-лимончика. Очень сочный лимон. Супер. Перемешали. Смотрите, какая красота получается. Сейчас масло оливковое пропитается всеми вот этими нашими ингредиентами. Чесночком, лучком, лимоном, перчиком. Косточка. Пардон. Еще одна косточка. Вот это будет заправка для нашего салата. И пускай настаивается. Теперь нам необходимо заняться картошкой. Главный компонент нашего салата. Салат картофельный. Берем три картошки. Накануне я их сварила. Картошка остыла. Все, что нам необходимо. Очистить шкурку. И порезать на кубики приблизительно сантиметра. Так это полтора на полтора. Начинаем чистить картошку. Есть два варианта приготовления этого салата. Теплый салат, холодный салат. Если вы замерзли и хотите согреться с бокалом вина и теплым салатом, готовьте этот салат, пока картошка теплая, так же, как и осьминог теплый. Это будет вариант теплого салата. Если вы никуда не спешите и нет у вас желания есть теплый салат, готовьте такой, как у меня. Обычный холодный салат. Картошечку почистили. Не надо рубить картошку, как в оливье, совсем мелкими кубиками. Вот что-то вот-вот приблизительно вот такое должно быть. А как картошку необходимо нарезать в салат оливье, вы можете посмотреть в моем видео. У меня, кстати, очень необычный салат оливье. Картошка готова. Теперь займемся осьминогом. Осьминогов я уже сварила. Ну, не стала это делать вот так на камеру, потому что осьминог варится приблизительно 50 минут. Мой совет. Варите его на среднем огне, проверяйте ножиком, и 45-50 минут осьминог будет у вас готов. Потом его остужаете. В бульон можно бросить немного лаврового листа, немного душистого перца, естественно, соли. Вот и все. И вот это чудо природы готово. Сейчас мы его порежем на кусочки. Вот и все. Вот такое у нас количество осьминога. В замороженном виде это было приблизительно 650 граммов. Когда я это все сварила, в результате взвесила, получилось практически без нескольких граммов 300 граммов вареного осьминога. Теперь мы режем на кусочки. Приблизительно такого же размера, как и кусочки картошки. Готово. Наша картошка. Наш деликатесный осьминог. Немного перемешали. Теперь в ход идет наша заправочка. Очень ароматная, очень красивая. Теперь аккуратно перемешиваем. Прекрасно. Как красиво. Как ароматно. Слюнки текут. Вот и готов наш салат. Сейчас я его переложу в порционную тарелочку. Как вы видите, салат очень простой. Картошка, осьминоги, немного зелени, заправка с луком, чесноком, оливковое масло. Еще для украшения сверху положим немножечко оливок. Все-таки Италия, наверное, просто это как бы такое небольшое требование. Чтобы уж итальянское, так итальянское. Выкладываю. Ах, какой аромат. Как же я люблю морепродукты. И, естественно, так как я белорусская, я очень люблю картошку. Кра-са-та. Несколько оливочек. Придадут пикантности нашему салату. Вы только посмотрите, какую красоту мы приготовили вместе с вами. Это просто чудо. Взрыв вкуса. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok